Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема чешской нимфы может быть бесконечной. На основе этой нимфы можно вязать бесконечное множество других нимф. Сейчас я хочу вам предложить внимание, используя ту же технику, но так как вы просили самыми минимальными доступными материалами изготовить красивую ловистую приманку сейчас для зимнего периода. Эта приманка актуальна не только зимой, она актуальна круглый год. Я взял крючок граб-шримп номер 12 и огрузил свинцом. Свинец я слегка прокатал. Значит мы, как всегда, у загиба и по всей длине цевья будем крепить наши материалы. Основной материал, который мы будем использовать с вами, это нам с вами понадобится вот такая обыкновенная полиэтиленовая пленка, которую я использую из упаковки. Как я уже говорил, использовать можно и специальный материал, который имеется вот у фирмы Хэнс. Вот всевозможные вот такие пленки. Цвет их может быть всевозможный. Но учитывая то, что мы с вами будем изготавливать нимфу не из даббинга, поэтому мы будем использовать вот такую пленку. Подхватываем здесь материал. Я взял для армирования леску, ну где-то порядка до 0,1. И в качестве украшающего элемента мы будем использовать, как всегда, плоский вот такой люрекс. Также его подхватываем здесь. Тело мы будем изготавливать. Вот я у жены взял клубочек обыкновенной нитки для ручного вязания. Неоднократно мы уже практически из такого материала изготавливали. Это вот обыкновенная шерстяная пряжа ангора. Крепим также ее здесь. Цвет ее белый, потому что желательно, конечно, использовать светлый. И мы с вами его потом в процессе изготовления нимфы подкрасим в необходимый для нас цвет. Немножко вот так промотаем, вскроем свинец. И теперь мы можем спокойно нашу нить удалять. Она нам пока не пригодится. Так как дальше мы будем работать с грудкой, с другим цветом. И нам понадобится уже более темная нить. В этом месте как раз ее и удаляем. Сделаем завершающий узел и удаляем. Удалили нить. И теперь нам необходимо до окончания свинца произвести намотку нашей белой пряжей. Промажу я немножечко клеем. Совсем немножко. И произведем намоточку. Изготовили вот такое тело. Я не подчесываю, не выбдираю, ничего не делаю. Единственное только, что мы с вами не сможем потом добраться. Я вот так подкрашиваю верхнюю часть и слегка бок моей нимфочки. Спиртовым маркером. Другой не годится, потому что со временем вымается. Брюшко мы оставляем вот таким светлым. И теперь берем, ставим в удобное положение и выполним с вами обмотку люрексом. Шаг для себя выберите сами, как вам будет удобно. Он у нас выполняет функцию только лишь для красоты. Дошли с вами до окончания свинца. Здесь окончательно закрепим и удаляем остатки. Не забудем капнуть буквально капельку лака на место крепления или клея. Сделаем завершающий узелочек или пару накидных, как будет удобно, чтобы нить наша не убежала. И оставляем ее пока у загиба. Берем теперь нашу пленку и стараемся ее уложить довольно-таки симпатично, но нить мы должны с вами перевести вот в эту точку, так как мы с вами будем изготавливать еще грудку. проводим натяжечку нашего полиэтилена, подравниваем, если в этом есть необходимость и крепим в этой точке. Закрепили. Здесь же выполним с вами опять завершающий узелок. И теперь нам с вами необходимо просегментировать это леской. Опять поставим в удобное для себя положение и выполним сегментацию. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и все. Мы подготовили нашу нимфочку. Подрезали, удалили. И вот такая наша незатейливая нимфа, которая чем-то напоминает ручейника, готова к работе.